Какой материал публиковать в записях, а какой на страницах? Тоже очень часто такой возникает вопрос, и давайте мы его тоже как-то немножко разобьем. Итак, в записях, ну, как правило, в записях публикуются события, да, то, что произошло. Вообще, кстати, вот всегда держите в голове, в записи мы публикуем то, что живо во времени и живо сейчас, да, то, что с вами произошло, ваши эмоции, переживания, мысли, чувства, опыт, все-все-все, что связано вот с сегодняшним днем, ну, либо как-то косвенно с сегодняшним днем и лично с вами, потому что блог – это дневник, и вы передаете как бы себя в этот дневник, да. События, например, съездили вы на какую-то конференцию, опишите ее на блоге со слайдами или там с фотографиями, прошли вы какой-то тренинг или у вас там какие-то события в семье или у вас отпуск, то есть события лично связанные с вами, какой вы пережили, да, события, опыт. Например, что-то вы узнали, что-то попробовали сделать, у вас получилось, вы получили опыт, опишите его, да. Далее, отзывы, рецензии, это имеется в виду, когда вы, например, купили продукт какой-то, использовали его и вам понравилось, вы пишите отзыв об этом продукте, вставляете свою партнерскую ссылку, получаете комиссион. Это касается партнерского как раз вот такого бизнеса, возможность зарабатывать на партнерках. Интервью, то же самое, например, вы ведете блог на какую-то тему и вы знаете, что есть эксперты в этой области в интернет и вы, допустим, приглашаете эксперта в скайп и задаете вопросы. Эксперт отвечает, вы публикуете это интервью у себя на блоге, например, у эксперта тоже есть какой-то продукт, вы его тоже по партнерке можете прорекламировать у себя на блоге. Новости. Ну, что-то похожее на событие, но более такое общее, может быть, не совсем с вами связано, может быть, новости вашей индустрии или ниши, в которой вы пишете и так далее. Дальше мнение тоже может быть, мнение, да, например, вы что-то прочитали в интернет и не согласны, можете опубликовать свое видение на ту или иную тему. Обучение. Также публикуете на блоге, такие статьи популярны, как, что делать, почему и так далее. То есть вы обучаете людей уроки, что-то похожее с обучением, но более такое, может быть, систематизированное. Сериалы. Это, ну, своего рода, когда вы что-то, например, задумали, да, и, допустим, ежедневно пишете отчеты. Люди любят, на самом деле, сериалы смотреть и любят также следить за результатами, если вы заявили, что вы, допустим, добьетесь такого-такого результата через 30 дней и целенаправленно идете к цели, описываете ваши события. Эксперимент-вызов тоже очень похож на сериал, но здесь вы тоже ставите какую-то цель, объявляете о ней и постоянно публикуете материал на эту тему. Истории. Тоже похоже на интервью. Истории, может быть, успешных людей, может быть, вашей ниши, да, может быть, ваши личные истории. Ну, тоже это очень здорово работает, тоже подходит для записей. В общем, все то, что имеет продолжение и требует обсуждения, все это в записи. На странице, как правило, мы публикуем общую информацию, контактные данные, неизменную статическую информацию, не связанную со временем, информацию, не требующую обсуждения. Например, об авторе компании, о компании, прайс-лист, услуги, контакты, карта сайта. Обсуждать здесь нечего, да, и как бы мы все это на странице, в отдельной странице публикуем. Так, идем дальше. Продолжение следует...